Я вас приветствую! Мороз не на шутку разыгрался, поэтому в этой программе мы решили сделать по-настоящему зимние сюжеты. Итак, полезные советы от нашей передачи прямо сейчас. В начале программы советы по уходу за мехом научимся продлевать жизнь любимой шубке. Далее выясним причину появления и меры борьбы с заболеванием, которое беспокоит 90% людей – герпесом. И в завершении поможем вам определиться с выбором блендера. Изделия из натурального меха – идеальная одежда для зимы, поздней осени и ранней весны. Мех очень красивый, теплый и прочный. Однако срок носки зависит от хранения и ухода. Мех у нас состоит из двух составляющих. Первое – это его основа кожи, то есть мезгра. И второе – это его, скажем так, волосинки. Поэтому при ношении меха, например, если вы садитесь в автомобиль, то нужно внимательнее быть, если меховое изделие длинное, то нужно понимать, чтобы оно не цеплялось ни за какие края автомобиля или коврика. Иначе это будут вот здесь вызваны потертости. Дальше, опять же, касаемо уже, скажем так, именно покрова мехового, Самые основные факторы, которые влияют – это трение в какие-либо части. Например, вот наше изделие демонстрирует о том, что ношение каких-либо браслетов приводит к потертости, вытертости аж до мездры. Или же ношение какой-либо фурнитуры, или же каких-то элементов. Это нужно быть, скажем так, внимательным, осторожным. Я думаю, что или исключить их ношение, или понимать, что они могут нам повредить шубу. Отдельная тема по поводу ношения меховых изделий – это ношение сумки. Как правило, женщины любят носить сумку или на плече, или, скажем так, разные есть. Но это нужно, конечно же, исключить, только в руке. Проблема, особенно нашего сейчас климата, это промокание, механамокание. Если вы попали под дождь или мокрый снег, вы приходите домой, просто вешаете ее и даете ей просохнуть. Можно еще встряхнуть мех. Ну, вот больше ничего не делать. И, как бы, мы попозже об этом поговорим, о том, что сушить мех ни в коем случае не стоит возле нагревательных приборов. По поводу хранения меха на лето. Значит, после того, как сезон зимней шуба отходила, или любое другое меховое изделие, нужно, значит, правильно ее подготовить к упаковке ее в шкаф или еще какое-то место. Ну, значит, самое первое, чего боится шуба, ну, как бы, не то, что самое первое, но много чего боится, это попадание на нее света. Она при длительном, скажем так, воздействии солнца или любого другого цвета будет занять свет. Это нужно учитывать. Поэтому, как бы, место должно быть защищено от света. Вот. Также мы уже говорили о том, что шуба боится намокания. Особенно боится эта мездра. Это именно основа. Вот. Поэтому перед хранением обязательно высушить. Пусть это будет, скажем так, целый день займет или больше. Но это нужно обязательно сделать. И по поводу туда же, по поводу сушки, скажем так, шуба должна иметь возможность в течение летнего периода хранения два раза быть, как бы так, проветриваться. Ее нужно вывешивать и на целый день просто в вентилируемом хорошем помещении, опять же, без попадания солнечного света, дайте возможность просто повисеть. Хранить он только нужно в чехле, скажем так, который имеет возможность пропускать воздух. Вот, например, рассмотрим этот чехол. Такой вот он у нас показательный. Это, скажем так, у нас одна часть чехла... Вот так, сейчас покажу его. Одна часть чехла имеет, скажем так, ткань, которая воздухопроницаемая. Вторая часть, она, скажем так, та, которую ни в коем случае нельзя использовать. Вот у нас такой чехол должен быть еще темно-синего цвета для того, чтобы предотвратить какое-либо изменение цвета или пожелтение. Обязательно вешать шубу или любое другое изделие на плечики, на тремпель с, скажем так, с большим диаметром или с какой-то большой плоскостью, то есть толстой. Для того, чтобы не было повреждения мздры на плечах и не было никаких переломов или изгибов. Также ее следует вешать, скажем так, на довольно большом расстоянии друг от друга или шубы от вещи. Она не должна соприкасаться, не должна быть с какими-либо заломами или повреждениями. Что касается моли, как уберечь шубу? Это следующая такая довольно большая тема. Вот моль, она любит грязь, именно пыль уличную. Поэтому это самый такой важный и ответственный момент перед хранением. Ее обязательно нужно почистить. Мы смешаем в равных пропорциях воду спирт и уксус. И начнем этим обрабатывать изделие. Сейчас мы приготовим нужный раствор и дальше пойдем. Просто вот таким вот образом как бы внутрь ее начинаем промакивать. Против? Против, не против. Это как бы не имеет большого значения. Главное ее как тампоном смочить, дать возможность ей вобрать, скажем так, грязь, которая там и пыль. Но тем самым сильно туда ее не втирать. И потом же, скажем так, сухенькой тряпочкой, тампоном или чем-то пройтись. Тем самым забрать остатки этого раствора. В общем-то, вот весь метод в теории вот такой вот. Дать ей возможность просохнуть немножечко или в процессе лучше выровнять. Ну, в данном случае у нас такая вот щетка. Это вот у нас для творы. Вот мы ей также и расчесываем, придавая ей вот такое вот направление. Ну, можно как бы сравнить. Тут немножко вот блеск лучше. Судьбоносное свидание, фотосессия или же деловая встреча. Все может пойти прахом из-за герпеса. Каждый день ученые открывают новые вирусы, но до сих пор герпес в центре внимания. Можно ли избавиться от этого заболевания или как предупредить появление герпеса? Далее в сюжете. Долгое время герпес был настоящей загадкой для ученых. В свое время французские врачи называли его болезнью королей. Часто ими болели короли Людовики XIV и XV. А бедные врачи с ног сбивались постоянно, ведя борьбу с бугорками, которые раз за разом появлялись на губах. Аж до 1977 года не существовало ни одного препарата, который мог бы бороться с проявлением этой болезни. Пока американские ученые не изобрели противовирусные препараты. Интересно, что в то же время американские ученые хотели использовать вирус герпес как биологическое оружие. Но из-за недостатка технологий им не удалось это осуществить. Сегодня известно около 80 типов видов герпеса. Один из них – вирус простого герпеса, который и атакует ваше лицо. Мы подскажем, как бороться с врагом, который навсегда поселился в вашем организме. Герпес – это вирусное заболевание. И различают просто по тяжести заболевания, наверное. Это герпес симплекс, который вызывается фильтрующим вирусом и поражает, высыпает основу спания на коже губ, крыльев носа и половых органах. И есть более тяжелые формы. Это герпес опоясывающий лишай, так называемый, то есть герпес зостер. Здесь уже идут проявления, которые высыпают, высыпания появляются на голове, на туловище, на конечностях. И, как правило, они идут по ходу того или другого нерва, поражают мелкие окончания нерва. И поэтому обычно он располагается на какой-то одной половине туловища, справа или слева. Или же может идти по ходу реберных дуг. Появляется вначале розовое пятно, которое немножко зудит. Это как предвестник, немножко печет. Потом у него появляются мелкие пузыречки. Вначале одиночные, потом они сгруппированы. Могут быть сирозным содержимым, то есть прозрачная жидкость. Или могут быть кровянистые кровоизлияния, что говорит о более глубоком поражении. Высыпания начинаются, должен быть какой-то, люди являются практически носителями вируса. И нужно, чтобы снижался иммунитет, то есть в результате, возможно, даже какого-то психологического стресса. После температуры, то есть лихорадки, после, даже можно говорить, после испуга, может быть. Может быть от перегрева, от переохлаждения. То есть какая-то должна быть средствовая ситуация. Снижается иммунитет и, как правило, появляются такие герпетические высыпания. Для того, чтобы проводить профилактику, раньше были герпетические вакцины. А сейчас тоже есть противовирусные препараты, которые по схемам колются. И период, будем говорить, благополучия более длительный. После проведенного курса лечения, обычно латентный период, может быть пролонгирован даже на несколько лет, а может вообще не появляться. То есть каждый организм срабатывает по-разному. Бывает такое, что проведенный один курс противовирусного лечения вызывает стойкую ремиссию и очень редко даже появляется. Отрицательно влияют на очаги заболевания йод, спирт, зубная паста и ушная сера. Можете использовать для предотвращения вавок пихтовое масло, зеленый чай. Также употребляйте продукты, предупреждающие появление герпеса. Твердые сыры, рыбу, яйца и курица. А вот от изюма, орехов, семечек и шоколада следует отказаться. Эти продукты провоцируют появление герпеса. На кухне каждая хозяйка сталкивается с потребностью что-то быстро взбить, порезать или перемешать. И для этого не обязательно покупать кухонный комбайн. Он недешевый, занимает много места и требует тщательного ухода. И тогда на помощь приходит чудо техники – блендер. Какой блендер выбрать и на что следует обратить свое внимание – далее в сюжете. Если же вы планируете использовать блендер в основном для измельчения, смешивания овощей, то остановите свой выбор на погруженном блендере. Он компактен и не занимает много места. Хотя при работе вам придется постоянно держать блендер в руках. Но кроме ножей у него есть еще и венчик, который с успехом выполнит функции миксера. Основа блендера бывает тонкая и широкая. Намного практичнее будет, если основа будет шире, так как когда вы будете пользоваться блендером, он не будет вибрировать. Основа бывает металлическая и пластиковая. Металлическая более лучше, так как она долговечна. Стационарный блендер незаменим для приготовления различных соусов, пюре, коктейлей. Представляет собой чашу, крепящуюся на подставке. Ножи блендера находятся внизу чаши. Плюсы стационарного блендера. Работает самостоятельно, его не нужно держать в руках. Способен перемешивать жидкое тесто, колоть лед. Удобен для приготовления и разливания коктейлей. Минусы стационарного блендера. Занимает много места. Плохо подходит для измельчения овощей. Что касается мощности. Смотря какие вы задачи ставите перед блендером. Если вам нужно сделать коктейли со льдом, то вам нужна мощность не меньше 350 ватт. В блендерах есть две скорости. Одна обыкновенная, вторая это турборежим. То есть то, что вам поможет быстрее измельчить. Также есть режим пульсации. То, что помогает вам равномерно все взбить и измельчить. В блендерах есть чаши пластиковые и стеклянные. Стеклянные более надежные. Они не царапаются, но и более долговечные. Но с ними нужно быть аккуратнее, так как стекло более хрупкое. А пластиковые чаши используются в более дешевых моделях. В большинстве моделей блендеров есть чаши со съемной крышкой. То есть это удобно, то, что можно добавить дополнительные ингредиенты. Перед покупкой вам нужно уточнить у продавца, какой блендер будет проще вымыть. Если у вас есть посудомоечная машина, вам подойдет блендер со стеклянной чашей. В большинстве моделей стационарных блендеров присутствует функция самочистки. Для того, чтобы помыть блендер, в емкость заливаете негорячую воду и включаете на некоторое время сам блендер. Быстро и удобно. Нельзя точно сказать, какой из двух типов блендера лучше. Это все индивидуально. Мы помогли охарактеризовать блендеры, а выбор за вами. Это все советы на сегодня. Напоминаю, если вы по каким-то причинам не успели просмотреть все сюжеты передачи, заходите на сайт телекомпании orbita.dn.ua, где сохранены все архивы программы «Дом советов». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова